Света бесцельно уставилась в потолок. Она безуспешно пыталась уснуть, в то время как большинство жильцов многоквартирного дома уже видели не первый сон. Мозг никак не желал отключаться. Напротив, он был активен как никогда, вырабатывая тревожные мысли быстрее, чем Света успевала сделать вдох. Возможно, вздремнуть чуть-чуть днем – это единственное, что она получит. И то, если повезет. Не так она представляла свой 25-й день рождения. Лежать как мумия в одиночестве? Да еще и выглядеть не лучше. Кто бы мог такое предвидеть? Приятное лицо, которое мужчины часто называли привлекательным, было искорежено оттиском печати изнеможения. Дыхательные упражнения и даже счет овец оказались бессильны. Так что все советы можете засунуть себе в задницу, дорогие эксперты по сну. За тонкой стенкой вновь раздался душераздирающий скрежет металла. Света перевернулась на бок, уставившись на будильник. Дисплей мигнул цифрами. Час 13 минут. Она тяжело вздохнула. За два месяца ремонт соседа не останавливался ни на день. Или, правильнее сказать, ни на ночь. Рядом с будильником стояла фотография в рамке. Света с улыбчивым молодым человеком в кабинке колеса обозрения. Она хорошо помнила тот момент. Среди вереницы рабочих дней словно наступили летние каникулы. Она, Олег и миллиарды минут свободного времени, которые они тратили вместе. Сделали кучу селфи, а хорошо получилось только одно. Олег оказался тогда таким мужественным, красивым. Да и ее любовь делала прекраснее. На фотографии они так подходили друг к другу. Надо было выкинуть ее к чертям. На глазах Светы проступили слезы. Сколько можно переживать из-за прошлого? Кто сказал, что время лучше доктор? Но лекарство все еще не действовало. За стеной пронзительно взвизгнула дрель, которую глухо вторили молотки. Шум проникал сквозь уши прямо в мозг, оставляя ускользающий привкус на языке. Раздражая кожу на голове, руках. И что-то можно было сверлить два месяца подряд. Света неистово застучала в стену. В темной и полупустой комнате ее крики отдавались эхом. Тщетно. Она рухнула на кровать, утонув в своих белоснежных волосах. Будь Олег здесь, помог бы он. Раньше он всегда готов был ее защитить, даже от подколок друзей. Но рядом была лишь пустота. Странное чувство любить и ненавидеть одновременно. Две полоски на тесте всегда были предвестниками. Вот только каждому они несли свое. Учитывая, что пачка с тампонами оказалась нетронутой дольше обычного, Света и так уже начала кое-что подозревать. Но до конца все же не верилась. Результат теста ее приятно удивил. Беременность они с Олегом не планировали, но детей она обожала. Маленькие карапузы. Так и расцеловала их ножки, ручки, щечки. И даже памперсы менять нисколько не противно. Два года совместной жизни с Олегом просто обязаны привести к свадьбе, семье. И все же волнение было. Как правильно сказать? Обрадуется ли он так же, как она? Обрадуется, решила Света. Но лучше подстраховаться, счастливый мужчина, сытый мужчина. Она порхала у плиты целый день. Пироги ей удавались хорошо, а уже это так просто шедевр. Потом случилось непонятное. Олег вернулся злой. Сорвались важные переговоры. Кинул сумку на пол, замер в прихожей, закрыв глаза. «Что ты такой смурной? Проблемы на работе?» Не придумав ничего лучше, спросила Света. «Да». Буркнул он. «Весь день через жопу! Я в душ! Наложи поесть!» Света бросилась накрывать на стол. Когда пирог был уже нарезан, из ванной пришел незнакомец. В нем не было ничего от Олега. В глазах застыл лед. Рот сжат и перекошен. «Собирай вещи и убирайся!» Резко бросил он. «Что? Что такое?» Дрогнувшим голосом спросила Света. Олег кинул использованный тест ей в лицо. И с этого момента все было словно окутано пеленой. Идеальная сериальная жизнь вдруг оказалась разорванной на клочке. Света помнила, как стояла на пороге с сумками, голова раскалывалась, а слезы стекали по щекам. Олег не кричал. Нет, он был холоден и беспрекословен. Кажется, он говорил о том, что ребенок не его. Теперь тяжело вспомнить. Мозг защищал психику Светы как мог, удаляя вредную информацию. Прощание было недолгим. В ответ на ее уговоры, мольбы, Олег просто ударил ее по лицу. Было не больно, просто что-то оторвалось внутри. Она молча покинула место, которое искренне считала своим домом. Мосты были сожжены, а их пепел скормлен призраком прошлого. Для Олега две полоски на тесте принесли лишь дурные вести. Бетонная стена вдруг превратилась в тоненькую перегородку, сквозь которую, как острой проволокой, в ухо рвался бесконечный назойливый шум. Света, вздохнув, тяжело перевернулась на бок и погладила животик. Что лучше для ребенка? Бессонная ночь или очередная доза снотворного? Она отправилась на кухню, позабыв включить свет, но даже в темноте не боялась наткнуться на что-либо. Съемная квартира была практически голая, зато и плата небольшая. Света жадно выпила стакан холодной воды, пытаясь унять подступившую горлу и сжогу. Когда-то она обожала зеленый чай, но токсикоз поменял ее вкусовые предпочтения. Перфоратор вновь принялся ездить по бетону или по ее внутренностям, как считала Света. Ребенок делал все только хуже. Но разве можно так думать? Света была уверена, что нет, но все убеждала в обратном. Она одна, никому не нужна, баба с прицепом, без гроша за душой. Одни подруги замужем, а другие сделали карьеру. И какая-то мразь в соседней квартире резвится по ночам с инструментом! Света не поняла, прокричала ли она эти слова или это громко отдалось в голове. Сколько жалоб она написала? В последнее время участковый сбегал ее как только мог, словно она была умалишенной. Две таблетки. Нет, не сегодня, лучше три. И тут же запить. Доктор велел потреблять воды как можно больше. Может быть, все и обойдется, рано или поздно. И как же хотелось, чтобы рано. Чуть полюбовавшись видом из окна на грязную парковку, Света подбрела к кровати. Горлом чувствуя, нежное, как касание петли висельника, объятие снотворного. Подушка была неудобной. Простыня врезалась в тело с каждым ударом молотка по стене. В конце концов, Свете удалось провалиться в сон, но даже там всю ночь за ней гонялась тень с дрелью и молотком. Утро вместе с лучами солнца принесло пульсирующую боль в висках. Света уже привыкла к такому самочувствию, а в эту ночь ей даже удалось немного вздремнуть, что предвещало не вполне поганый день. Козлина сосед наконец угомонился, и в квартире было подозрительно тихо. А ведь раньше она часами могла валяться на полу у колонки, слушая тараканов. Мать бесилась, а дочь плыла по течению музыки. Кто-то из нас двоих точно сошел с ума. Мама. Сейчас же любимой песней Светы стало отсутствие любых звуков. Ощутив жуткий голод, она прошла на кухню. Холодильник был пуст, как детская площадка январской ночью. Когда в последний раз она вообще ходила в магазин за едой? «Чаще надо гулять», — припомнила Света слова врача, подбирая одежду на выход. Брюки для беременных были уродскими, но внешний вид, как ни странно, волновал ее все меньше и меньше. В зеркале маячило отражение, глядя на которое Света ни за что бы не признала себя. Мешки под глазами, где-то вздулись прыщи. Кровавые ветки испещрили белки глаз. Волосы страшилы из волшебника изумрудного города и то были лучше, чем у нее. Чучело. Расстроенная отвернулась Света и, захватив кошелек, быстро двинулась к входной двери. Когда-нибудь это закончится. Когда-нибудь станет тихо и спокойно. Когда-нибудь. На лестничной площадке она оказалась не одна. Сосед как раз запирал дверь, отправляясь, видимо, на работу. Глаза уставшие. Еще бы, всю ночь отжигал. Подумала Света. Он, наконец, закончил возиться с замком, неловко поздоровался и нажал кнопку вызова лифта. Приближающееся грохотание тотчас напомнил о Свете о бессонных ночах. Извините, преодолевая смущение, начала она. Да-да. А почему именно ночью? Он посмотрел на нее с таким выражением, будто решал сложное уравнение. Ночью что? Ремонт. Настаивала Света. Я никак не могу уснуть, а ведь его можно делать днем. Не могли бы вы... Дверь лифта открылась с металлическим лязгом, обнажив завущее нутро. Я ничего не ремонтирую. Наконец, сказал мужчина. Ни днем, ни вечером, ни тем более ночью. А если бы кто-то такое устроил, я бы ему первой голову свернул. Наверное, вам показалось. Он перехватил сумку поудобнее и кивнул, прощаясь. Будьте Светы время подумать, взвесить все за и против, то она никогда бы не совершила ничего подобного. И все же блеск ключей пробудил в ней чутье профессионального карманника. Одно быстрое движение и преступление совершено. «Надеюсь, запасной комплект у него есть», подумала Света, глядя на закрывающиеся двери лифта. Соблазн заглянуть в соседнюю квартиру прямо сейчас был велик, но не хватало еще, чтобы ее застукали на самом интересном месте. Как только ночью у соседа начнется дискотека, черт возьми, да хотя бы он кашленет, тут и можно его поймать с поличным. И всегда можно сказать, что дверь была не заперта. Идея оказалась здравой. Света, обдумав еще раз, довольная собой, отправилась за продуктами. В конце концов, надо было еще успеть поспать днем пару часиков, пока за стенкой вновь не начнется безумие. Света подскочила на кровати и слепо вытаращилась в давящую ночную пустоту. Квартира сотрясалась от ударов по стенам, которым в придачу добавился гвалт рабочих. Она потерла воспаленные глаза и попыталась встать. Вещи вокруг тут же заплясали в ритм головной боли, и Света почувствовала, что теряет сознание. Вдох, выдох. Она нежно погладила живот. Скоро все закончится. Накинув халат, который уже становился ей мал, Света приоткрыла входную дверь и осторожно выглянула наружу. Грохот перфоратора облепил всю лестничную площадку, весь подъезд. «Неужели ни один из жильцов на него не пожаловался?» Ошеломленно подумала Света. «Или всех все устраивает?» Она подошла к двери соседа и замерла. Звук определенно доносился оттуда. Света вставила ключи в скважину и аккуратно провернула. Стальная дверь дрогнула и бесшумно двинулась наружу, словно приглашая войти, чем Света и воспользовалась, каждую секунду ожидая услышать за спиной мерзкий старушечий вопль. «Держи воровку!» Квартира, к ее удивлению, оказалась очень уютной. Узкий коридор, устланный ламинатом. Стены облеплены полочками и фотографиями близких людей. Добротные деревянные двери вызывали приятную ностальгию. Для одинокого мужчины все прибрано идеально и вполне неплохо для женатого. Но вот следов ремонта Света не заметила. Крошки бетона, клей, должно же быть хоть что-то. Но обстановка была не новой и к ней явно не прикасались. Может посмотреть в комнатах? Света двинулась вглубь по коридору, кожей ощущая сжимающиеся стены. В страшных фильмах, которые она никогда не смотрела в одиночестве, в такие моменты всегда выпрыгивала какая-нибудь морда с диким криком. От этих мыслей в животе заколола. Дойдя до конца коридора, Света толкнула дверь. И там, к ее ужасу, издала пронзительный скрип, больше напоминавший ржание коня, насмехавшегося над ней. В ее голове это длилось целую вечность. Кто здесь? Раздался приглушенный голос из комнаты. Света попятилась назад, едва ли контролируя ноги, и тут же наткнулась на журнальный столик. В дверном проеме показалась фигура. Щелчок. Свет залил помещение. Она потопталась. Ой, извините. Выдавила Света. Я... Сосед внимательно оглядел ее. Сначала живот, потом лицо. С тех пор, как она забеременела, все мужчины при встрече смотрели на нее таким же образом. Какого лишего ты делаешь в моем доме? Интонация была определенно агрессивной. Дверь была открыта. Пролепетала Света. И я... ну... Сосед ждал. Ждал, что она начнет выкручиваться. Врать. И Света все же попыталась. Решила проверить, все ли в порядке. Закончила она. Мужчина сделал шаг вперед, заставив Свету отшагнуть. Проверить, все ли в порядке? Переспросил он. А ключи-то тебе зачем, если дверь открыта? Она взглянула на свою руку. Как нелепо. Но вместо чувства вины пришла лишь злость. Это все из-за него. Она здесь потому, что просто, черт возьми, хочет выспаться. Света уверенно посмотрела мужчине в глаза. Зачем ты это делаешь? Почему только по ночам? Он выглядел ошеломленным. Света рванулась к ближайшей двери и распахнула ее. Где ты прячешь инструменты? Чем режешь? Ломаешь? Сдираешь? Она скакала по квартире из одной комнаты в другую, но тщетно. Никаких следов. Тяжелая рука опустилась на плечо, крепко сжала и поволокла к выходу. Света пыталась сопротивляться, но куда там, с ее весом. Стальная дверь захлопнулась перед лицом. Лишь в последний момент мелькнула фигура соседа, озадачена набравшего чей-то номер. Дышать стало легче. В голове чуть прояснилось, и Света поплелась в свою квартиру. Ну она и устроила. Такое не скоро забудется. Завтра надо извиниться, что ли. После пережитого, даже эта ненавистная съемная квартира казалась вполне приветливой. Здесь хотя бы была кровать, в которой можно забыться до завтрашнего дня. Под одеялом Свете стало тепло и комфортно. Но едва она решила поддаться сну, как раскаленное сверло вонзилось в висок. Вернее, в стену, но для Света сейчас это было одно и то же. Сосед опять принялся за свое. Очевидно же, что он доводит ее. Но за что? Что она ему сделала? Но минутку. Она же была в его квартире. Даже самый хитрый мерзавец не сможет каждый день заметать следы, а затем вновь приниматься за дело. Света встала на кровати и прикоснулась к стене. Звук все так же шел оттуда. Что если... Ее длинные ногти легко поддели краешек обоев. Лоскут за лоскутом бумага отходила от стены. За первым слоем оказался второй, еще помнивший времена перестройки. В какой-то момент Света увидела, что от ее ладоней остаются подтекшие отпечатки. На пальцах выступила кровь. Но после пройденного сдаваться не хотелось. Наконец, схватив кусок потолще, она потянула на себя его с треском обнажив стену. И увидела там то, от чего желудок запросился наружу. Бетонная поверхность пульсировала, словно отбиение сердца. Множество трещин напоминало черную венозную сеть, пытающуюся растянуть свои нитки как можно дальше от горбатого ядра. Как никогда ярко слышали звуки возни, скрежета, криков. Нечто прорывалось, пробивало дорогу в квартиру Светы. Она ошеломленно переводила взгляд с места на место, не в силах пошевелиться. Как вдруг... Сквозь обрывки бумаги и серый бетон отчетливо проявилось нечто со злобленными глазами. Прямоугольные зрачки вытаращились на свету. И мерзкий голос в голове пронзил сознание неведомым выкриком, полным ненависти. Гиддинг-крах! Она отшатнулась. Спрыгнула с кровати и рванулась к двери. Нечто из другого мира выпучивалось из стены. Тянуло свои отростки к ней. Света чувствовала его запах, ощущала кожей. Едва она вылетела в подъезд, что-то белое схватило ее за руку. Рвок. Еще один. Нахватка лишь крепчала. Множество конечностей сдавили ее ноги. Шею. С последним сдавленным криком сознание окончательно покинуло ее, и все погрузилось во мрак. Тихо. Как же все тихо. Лишь слышен ход часов до поскрипывания ручки по бумаге. После пережитого это даже не ощущалось. Открыв глаза света, первым делом заметила стеллаж, уставленный книгами. На корешках были видны названия «общая психология». Намекала на обстановку, а организация психологической помощи и вовсе не оставляла никаких сомнений. Света попыталась встать, но получилось лишь забавное дерганье. Кожаные браслеты на запястьях и лодыжках приковали ее к кушетке. «А, вы проснулись!» Услышала она чей-то баритон. «Чудесно!» Света повернула голову и за столом увидела доктора, чей вид тут же напомнил ей школьные уроки литературы. Аккуратная оборотка, очки, вылитый чехов. Доктор, казалось искренне, доброжелательно улыбнулся. Он уткнулся в стол, затем раздался шелест страниц. «Нашел!» Доктор вновь взглянул на нее. «Светлана, да? Как ваше самочувствие?» «Было бы лучше, не будь я связана!» Ответила Света. «Нет проблем, милая!» К ее удивлению, врач направился к ней и ловко освободил от пут. «Наши санитары сказали, что вы вели себя агрессивно!» Сказал он, возвращаясь за стол. «Так что это было ради вашей же безопасности!» «Очень мило!» Света привстала с кушетки. «Я могу идти?» Мужчина вздохнул, подняв руки жестом «Я безоружен!» «Вы здесь не пленница, и можете идти, когда захотите!» Света сделала шаг, и доктор поспешно добавил. «Пожалуйста, небольшая беседа вам не повредит! Уделите мне пять минут, и если потом решите нас покинуть, я ни в коей мере не стану возражать!» Она села. «Хорошо, пять минут! Сразу хочу сказать, я не больная!» Доктор кивнул, соглашаясь. Уткнулся в стол и вновь зашелестел. Когда Света демонстративно посмотрела на часы, он снова вернулся в этот мир. «Слуховые галлюцинации!» «Хм, навязчивые идеи!» «Давайте не будем бросаться ложными словами!» Он погладил бородку. «У вас был срыв, поскольку вам казалось, что...» «Ээээ...» «В соседней квартире по ночам постоянно делают ремонт!» «Я правильно понял?» «Вам все отлично известно!» Сухо сказала Света. «Да, Геннадий, ваш сосед, изложил всю версию событий!» «Наверное, нет ничего хуже, когда не дают поспать!» «Да еще и так долго!» Невинно поинтересовался мужчина. «Не в этом дело!» «Вернее, не совсем в этом!» «А в чем же?» «А вы не видите?» Света вскочила с кушетки, продемонстрировав живот. «Моему ребенку нужен покой!» «Каким он родится, если я не буду нормально спать?» Доктор вновь пролистнул страницу, а затем медленно, отмеряя каждое слово, сказал. «Это основная причина, по которой вы здесь!» «А вовсе не срыв!» «О чем вы говорите?» Опишила Света. «С ребенком что-то не так?» Доктор выждал паузу, снял очки и очень мягко заметил. «Согласно катамнезу, два месяца назад у вас был спонтанный аборт. Выкидыш, если понятнее!» Света молча взглянула на свой живот. «Сколько недель длится беременность?» Спросил доктор. «Двадцать... двадцать семь...» С трудом ответила Света. Язык с трудом двигался по пересохшему рту. «Я, конечно, не акушер-гинеколог, но никаких признаков беременности не вижу. Он печально вздохнул. «Позвольте потрогать живот!» Доктор подошел к ней осторожно, как подходят к взбесившемуся животному. Она все равно не могла бы пошевелиться. «Смотрите, этот прием часто работает!» Услышала она. Света опустила глаза и тут же увидела, что доктор говорил правду. Теплая морщинистая рука лежала на плоском, как у девушек с обложек плейбоя животике. «Как такое могло произойти?» «Еще вчера она ходила в развалку, чувствуя сердцебиение малыша. Реальность стала еще гаже, чем прежде». «Я понимаю, что вы чувствуете», – заметил доктор. «Прошу, останьтесь у нас хотя бы на пару дней. В больнице отдельная палата для женщин с сложной беременностью». Света молча кивнула. «Вот и хорошо!» Удовлетворенно кивнул доктор и добавил словно самому себе. «В последнее время я слишком часто вижу такие симптомы. Слишком часто». В палате было темно и прохладно. Когда санитар довел свету до койки, остальные пациентки уже спали. Она сразу обратила внимание ни одной с животом. Неужели столько случаев? Ее койка оказалась у окна. Пейзаж наводил тоску, кромешная тьма. Да и та через решетку. «А ведь это не отделение для буйных!» Говорил ей санитар по дороге. «Хотя двери я на ночь закрываю, имей в виду!» Мысли мешали Свете заснуть. Она вновь и вновь переживала жизнь заново, рассматривая незамысловатый потолок. Из головы не выходила беременность и расставание с Олегом. Казалось, они были связаны. Но как, если беременности не было? Может, и Олег не поступал с ней так мерзко? Наверняка он сразу понял, что она двинутая. Даже раньше, чем она сама это осознала. Тяжелые вики наконец опустились, и под дружное сопение Свете удалось задремать. Где-то вдалеке ударили молотки. Чуть ближе стали слышны странные, нечеловеческие голоса. Скрежет раздался совсем рядом. В углу истошно взвизгнула дрель, и в стену тут же глухо застучали. Света подскочила и обнаружила в своей кровати куски штукатурки. Осознание пришло мгновенно. «Нет, только не здесь! Этого не может быть!» Она, пошатываясь, встала. Ощутила голыми ступнями холодный пол. И только тогда увидела, что женщины поднимались одна за другой, растерянно озираясь вокруг. «Кто так шумит?» Крикнула полноватая брюнетка, обращаясь к остальным. «Черт возьми! Они слышат! Они тоже слышат!» Подумала Свете. «Смотрите, вот там!» Красивая девушка в дорогой пижаме ткнула пальцем в дальнюю стену. Света взглянула в ту сторону, а оттуда уже смотрели на нее. «Ти же озлобленные глаза!» Нечеловеческое лицо впродавило бетон, роняя крошки на пол. Во все стороны расползалась черная венозная сеть. Что-то прорывалось, и оно уже близко. «Господи, что это за тварь?» Завизжала пухлая брюнетка и с неистовой ей скоростью рванула к входной двери. Она бессмысленно трясла за ручки, гремя замком. Двери в этом месте запираются на ночь. Санитарь хорошо делал свою работу. «Что происходит? Что все это значит? Скажите кто-нибудь!» Вопила девушка. Ее ухоженные ногти вцепились в руку Светы, царапая кожу, она словно не чувствовала. Нечто в стене завораживало. Кусок бетона рухнул, и из отверстия тут же вылезла когтистая лапа, шаря вокруг. Следом вот-вот должен показаться ее обладатель. Палата пропиталась тошнотным смрадом, оставляя привкус на языке. Света уставилась на происходящее, впервые за долгое время чувствуя себя в порядке. Она вдруг повернулась к девушке, вцепившись в нее. «Это значит, что мы больше не сумасшедшие!» Ну что ж, друзья, вот такая вот интересная история. Я бы, наверное, завалил соседей, если бы мне мешали спать. Надеюсь, у вас никогда не будет проблем со сном. А если есть, то обращайтесь к психологу или психиатру. Там уже, не знаю, я как-то сильно в этом не разбираюсь. Надеюсь, вам все понравилось, и вы поддержите канал большим пальцем вверх. И мы, как всегда, с вами услышимся в следующей интересной истории.